Педагоги 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 Я вам скажу, что педагогическое образование Китая это очень мощная отрасль. Более 120 педагогических университетов. Мы гордимся Казанским федеральным университетом, его ресурсами и кадровыми, интеллектуальными и материальными, хотя, конечно, всегда всего не хватает. Но то, что мы можем наблюдать даже в провинциальных педагогических вузах Китайской Народной Республики, это действительно тот завтрашний день, тот за горизонт присутствия, куда нам надо стремиться. Хотя есть одно очень важное добавление. При всех этих ресурсах материальных, все-таки мы, Россия я имею ввиду, остаемся той страной, где содержательные аспекты, педагогические аспекты, дидактические, методические остаются приоритетными. И это как раз тот подход, когда личность учителя, это не декларация, а это то, что у нас с вами в крови, несмотря или вопреки всем нашим модернизационным процессам. Теперь, строго говоря о самой модернизации, вы знаете, что есть различные теории модернизации, перехода от традиционного к инновационному или к обществу модерна. Но все эти теории, так или иначе, можно свести к трем очень важным составляющим. Трем. Три единой задачи. Первая задача – это создание новых институтов, институциализация всего этого процесса динамики, перехода. Второй, но не по значимости, а я его считаю самым главным, это активность личности. И те ценности, которые эта личность исповедует и несет на своих знаменах. Потому что сами процессы модернизационные, они могут сопровождаться самыми различными, в том числе и идеологическими обращениями, платформами. И это тоже надо иметь в виду, что разные типы модернизации исповедуют разные ценности и идеологии. И, наконец, третье – это сам контекст, который в результате модернизационных изменений создается в обществе перехода. И более того, чем успешнее модернизация, чем успешнее и более глубоко она проходит, то сам контекст становится тем фактором, который и определяет дальнейшую судьбу модернизации. Поскольку я историк, я не могу не сослаться на такой пример хрестоматийный. Россия накануне своих великих потрясений, даже накануне Первой мировой войны, была первой страной по уровню развития кооперативного движения. То есть горизонтально сетевые связи в России, в том числе в Казанской губернии, были очень высокие. Начиная с уровня волосного, уездного, губернского, это была огромная сеть, две трети населения страны – это были члены тех или иных кооперативов, самых разных. И надо сказать, что вот этот фактор как-то недооценивается у нас в историографии, я в силу своих скромных возможностей пытаюсь об этом говорить. И это показатель очень сильной развитости именно горизонтально-сетевых структур в стране, где на смену общины, которая разрушалась, шла кооперация, которая ориентировалась на рыночные новые механизмы. И это пример того, как сам новый контекст создает успехи для развития модернизации в последующем. Другое дело, что те потрясения, которые пришли уже в 1917 и в последующие годы, сломали саму эту институцию, и Ленин совершенно по-другому относился к операции. Но это пример того, как сам контекст заставляет совершенно по-другому определяет вот этот формат будущих изменений, с которым нельзя не считаться. Его можно видоизменить, но это очень важная предпосылка успешности или наоборот срыва модернизационных процессов. Что в России на самом деле срывы были и в начале 20 века, и строго говоря, 1917 год это и есть срыв, и переход на иную модель модернизационного развития. Отказ от имперской, и переход уже совершенно по-разному называется, консервативный, какой угодно. Но и сегодня перед нами стоят те же задачи. И отсюда внимание к образованию вполне заслужено, вполне обоснованно, очень сильное. Потому что действительно это не только слова, мы определяем будущее. Мы его формируем здесь и сейчас. Дозаин здесь и сейчас. И для того, чтобы мы правильно с вами понимали, что нас ожидает, мы должны отойти от некоторых очень тоже таких укорененных стереотипов. Один из этих стереотипов говорит, что Россия постоянно догоняет. Мы догоняющая цивилизация. И наш модернизационный процесс носит догоняющий характер. Но вы знаете, ведь строго говоря, Россия, она и в глобальном мире, и сама в себе соревнуется. И если вот согласиться с Петром Яковлевичем Чадаевым, то Россия это молодая страна. Ну так, если брать, не брать там древнюю Русь, киевские времена, а вот то, что сформировалось в конце 15 века, то есть нам где-то 500-600 лет. Отсюда многие и наши особенности и проблемы, которые одни считают как недостатки, которые необходимо срочно поменять и быстро вырастить. Вот нам 5 лет, а мы должны, вот как, например, англичане, стать сразу 30-летними. А не получится. Поэтому вот это сравнение, компаративистика, которое вчера звучало на пленарном заседании, мне очень близка. Ну давайте с вами так ретроспективно оценим. Англия страна, где уже в конце 11 века был создан Оксфордский университет. В начале 13-го был создан Кембриджский университет. Еще до того, как англичане сошлись на том, что для них очень важна Великая Хартия Вольности, Магна Харта, которая определяет взаимоотношения между властью, обществом и личностью. И это был 13 век. А у нас совершенно другая конструкция взаимоотношений между личностью, обществом и государством. Во-первых, потому что, строго говоря, вот до нашей имперской модернизации, до второй половины 19 века, как таковых институтов гражданского общества, сопоставимых с западноевропейскими, в России не было. Наш первый университет, ну, не будем тут между Москвой и Питером, сошлемся на славяно-греко-латинскую академию, первое высшее учебное заведение. Это 80-е годы 17 века. Дальше проект Петра 1724 год. Дальше проект Елизаветы Шувалова и Ломоносова 1755. Ну и так далее. Что у нас в педобразовании? Я, как патриот своего университета, не могу, конечно, не сказать, что педобразование, оно вышло, как все мы вышли из шинели Гоголя, от московских высших женских курсов Гирье. Хотя в Петербурге еще в 1819 году был создан главный педагогический институт. Но фактически это был университет. А вот именно целенаправленно готовить кадры для системы народного образования Российской империи, дать образование классическое и педагогическое нашим женщинам, это вот Владимир Иванович Гирье, профессор Императорского университета, который задумывал со своими друзьями такой проект в 1872 году. И вот, кстати говоря, это пример именно личной активности человека и тех ценностей, которых он исповедовал. Он был наполовину француз, наполовину немец, но он был русский человек. Мама турок, папа грек, а я русский человек. И вот эта его неугомонность, она сделала так, что вот этому проекту уже через три года будет 150 лет. И мы очень благодарны Владимиру Ивановичу Гирье, всем нашим отцам-основателям, потому что среди них и Ключевский, Василий Леонидович, и Владимир Иванович Вернадский, первый избранный директор тогда московских высших женских курсов, и Сергей Алексеевич Чеплыгин, 150 лет которого мы вот отмечали в апреле месяца, и много-много выдающихся людей. И если говорить об истории нашего педагогического образования, то здесь как раз инициатива, личная инициатива людей, в целом гражданского общества, оно и определяло характер самого педагогического образования. Это акцент на личности, несмотря ни на то, какая бы власть не была. Это очень важный момент, потому что это традиция, которая, кстати говоря, жива в нашем университете. Она очень ярко себя проявила в 50-е, 60-е годы. Ирина Дмитриевна как раз училась тогда в нашем институте, и она общалась, и знала, и любила, и дружит. И мы все уважаем память наших выпускников и Висбера, и Ады Якушева, и Кима, и Фоменко, и многих-многих замечательных людей, которые вроде бы как бы к педагогическому образованию никакого отношения не имели. Но это были люди, которые олицетворяли в своем творчестве свободную личность. Свободную, конечно, в тех рамках, в которых они в историческом контексте, в котором они жили. И это тоже очень интересный феномен, который мы должны до конца осмыслить, и вот все у нас не получается так вот комплексно подойти к этой проблеме. Потому что это не случайно, что именно в педагогическом институте, и не случайно, что именно у нас. Почему? Потому что и во времена Герье, и Вернадского, МВЖК рассматривались, как, условно говоря, либеральная площадка, некая высшая школа экономики начала 20 века. Я так с иронией. И туда ссылали всех в 1911 году, когда министр просвещения Касова, так сказать, издал свои печальные приказы, указы. Практически вся либеральная профессура Московского императорского университета перешла в МВЖК. И МВЖК накануне Первой мировой войны – это второй по численности вуз Москвы. Более 7 тысяч курсисток тогда было. И в советское время к нам ссылали. И спасибо, что ссылали. Алексей Федорович Лосев, с 44-го по 89-й год, наш уже современник. Я рад был тем, что, обучаясь на историческом факультете МГБ имени Ленина в главном корпусе, я знал, что иногда Алексей Федорович приходит к нам в главный корпус. И вот само его физическое присутствие настолько нас всех вдохновляло, что мы просто, ну, вот как самому святому относились к его книгам. Действительно, книги, которые издавались на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, истории античной эстетики, эстетика Возрождения, римско-оллинистическая эстетика, это всех нас вдохновляло. И это тоже пример того, как власть свободного человека не в лагеря уже отправлял, хотя он прошел и этот путь, а в педоинституте мог работать вроде как бы с такой категорией, которая по недомыслию, а может быть и в этом это было и предназначение, какой-то перст бежи, готовила учителей, то есть будущее, то есть тех изменений, которые произойдут и на основе тех ценностей, которые потом во многом стали нашими общими ценностями. Нашими общими ценностями. Но вот сегодня, уже говоря о современной ситуации, конечно, она не может не вызывать, ну, по крайней мере, дискуссии. Почему? Потому что мы прошли очень значительный опыт. Все-таки сто с лишним лет, с какой бы даты мы ни начинали, это значительный опыт. И самый главный это опыт, который говорит о том, что были и срывы, были и подъемы, была попытка, так сказать, соединения фундаментальности, психолого-педагогической подготовки учителя. Это то, что как раз мы пытаемся делать в нашем университете. И у нас, наряду с педагогическими программами, мы реализуем и программы академические, классические, потому что мы считаем, что вообще синтез, он и делает личность учителя творческой. Вот этот междисциплинарный синтез, сами стены, само пространство университета, архитектоника, все, любая мелочь, ничего не может не влиять на человека. Один жест, один взгляд, все это остается. Вот Юрий Иванович Фисберг говорил, когда он пришел, и Фоменко, и мы многие переживали, когда мы входили из ленинской аудитории, мы писали все там сочинения, когда поступали, нас запускали из коридоров таких, не скажу мрачных, у нас мрачных ничего нет, но таких не очень освещенных. Вот мы садились в большой ленинской аудитории, писали сочинения, и нас потом выпускали в атриум, и мы смотрели вот эту красоту. И вот это мгновение, оно определило всю жизнь многих тех, кто поступил в Ленинский пединститут. Это тоже иллюстрация того, как какая-то деталь, какое-то мгновение, какая-то встреча, вот это эстетическое чувство, оно может и должно нас вести в будущее. Это, кстати говоря, и по вопросу о когнитивистике, о рацию и о эмоциях. Я-то считаю, что на самом деле внутри человека все едино. И разделить рациональное, эмоциональное, а подчас и иррациональное очень сложно. Поэтому наша главная задача – это внутреннее пространство личности. И здесь, конечно, мы очень близки с теми идеями, которые исповедовал и Достоевский, и 20 век, это и Хайдергер, и Артега, и Гассет, и многие другие великие мыслители и философы, потому что они говорили, что внутри человека заставляет сделать тот или иной нравственный выбор. Это главное. И на это мы нацеливаем. А технологии – это все приходящее. Поэтому, если касаться современных основных главных вызовов, то я бы даже не называл парацифровизацию. Это мы все переварим. И уже сегодня на площадке Государственной Думы теории заговора ищут, и что такое очередная, значит, у нас волна идет. А что главное, вот главный вызов, который мы должны понимать, представлять и противостоять, но не закрываясь, как та же Китайская Народная Республика, ведь в чем феномен Китая? Они проходят в какой-то степени наш путь. Вот в одном из педагогических шанхайском педауниверситете есть даже такой камень, посвященный МГП имени Ленина. Те студенты, которые учились в нашем институте в 50-х годов, они, там, кто пережил культурную революцию, стали ведущими учеными. И они вот в знак благодарности нам этот камень. Но тут тоже как прочитать, ведь его можно посмотреть как памятник, а можно как, извините меня, надгромную плиту, надгромный камень, от той системы, от которой мы отказались, а которую они развивают. Почему? Потому что вот, например, вопросы идентичности гражданской, национально-культурной, это все очень важные моменты. В Китае интернет, он не имеет открытого характера. Там закрыты многие сегменты. При этом представители Китая, вот исследование показывает, до 90% школьников Китая, они гордятся тем, что они граждане Китайской Народной Республики. Вот мы с вами даже, я думаю, и не подойдем к такому анализу, не проведем такое исследование, потому что, конечно, у нас в головах нашей молодежи совершенно иные представления, при том, что мы стараемся их воспитывать в духе патриотизма, гражданственности. Но само наличие открытого интернета показывает, что зачастую они идентифицируют себя с той или иной контактной группой, а не со своей родиной, страной, городом и так далее. И это как раз еще один вызов, который мы должны принять, и который в силу своего исторического опыта мы не можем повторить так, как мы его проходили в 30-е, 50-е годы, начало 50-х годов. То есть здесь все-таки мы должны вести именно диалог и расширяя пространство личности говорить о том, что от нас, от учителей, зависит то, какие ценности мы формируем. Теперь творчество и ограничения. Я буду уже завершать. Вы знаете, вот у Андрея Арсеньевича Тарковского, нашего великого, самого свободного кинорежиссера, у него на этот счет очень много было размышлений. Ну, во-первых, он творил в несвободное время. Хотя 60-е, 70-е годы, это понятно, это, так сказать, и оттепели, того же сталкера ему дали возможность переснимать два раза, и денег не жалели, и все такое прочее. Хотя его фильмы не для всех, но для истории, для культуры, и для нас с вами, для педагогов. Потому что мы каждый раз по-новому его просматриваем. И каждый наш урок, и каждое обращение, и каждая прочитанная книга, задание, учебник, это всегда новое, это всегда творчество. Так вот, он писал о том, что вот эти ограничения, которые накладывает на него власть, это всегда и есть вот та рамка, тот барьер, с которым он должен, как творец, как художник, соприкоснуться, чтобы эта искра, она в конце концов превратилась в такой творческий огонь. И это касается и канона, и это касается и даже наших стандартов. Знаете, вот дается канон тема, и маленький Моцарт выходил, и на этот канон он писал сегодня вот такую музыку, а завтра другую. Тема дана, а музыка разная. Поэтому, дорогие коллеги, мы все с вами разные, мы выступаем за сохранение вот этого многообразия моделей педагогического образования, и я считаю, что площадка нашего форума это как раз прекрасная возможность сопоставить, сравнить и признаться, что при всей глобализации мы должны сохранить верность самим себе. Это самое большое счастье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ